Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Я уже успела сбегать за продуктами. Сейчас уже не утро. Не говорю доброе утро, хотя доброе утро, добрый день. Вот. Ну, я решила приготовить сегодня... Вообще, вы знаете, я всё время экспериментирую. Вот хочу сказать масыха, да, но это вот блюдо, которое готовится из баклажан и мяса, и там болгарский перец, помидор и зелень. Дело в том, что я настолько уже переиначила на свой лад, для своего организма, я не знаю, для своей какой-то там диеты, переиначила это блюдо. Оно жирное, оно вкусное. Вот. Поэтому я разбавляю баклажаны кабачками и мясо я уже не поджариваю, как вот его нужно там, да, просто я его немножко... Я вообще хочу в мультикухне это приготовить. Ну, как в мультиварке тоже можно приготовить. Ну, как обычно, в общем, и я упростила настолько, насколько можно, чтобы вот над печкой не стоять, потому что это блюдо, оно трудоёмкое. По правилам нужно эти синенькие, нужно обжарить сначала. Фарш нужно обжарить, потом это слоями перекладывается, чуть-чуть водички, потом тушится. В итоге оно получается жирным, это блюдо. Вот. А я просто делаю в мультиварке, в мультикухне, неважно, на режиме тушения. И в итоге я просто мясо кусочками режу, потому что фарш перемалывать, опять-таки, жарить, это целое дело. Просто кусочками порезала. С лучком я на режим жарка на 10 минут ставлю, для того, чтобы мясо закупорилось, чтобы пена не поднималась. А потом просто крупными кусочками туда нарезаю баклажаны, кабачки и помидоры, болгарский перец. Ну и зелень в конце, лавровый листик, соль, перец по вкусу. Вот, в принципе, всё, больше туда ничего не нужно. Получается не менее вкусное блюдо, но там меньше жирности, потому что жирность зависит уже от мяса, которое вы туда кладёте. Я беру мякоть свинины, жир я просто срезаю, если он там есть. Можно также приготовить это из говядины. Вообще, фарш я всегда делала свой собственный, свинина с говядиной пополам. И делала это всё с фаршем. Ну, в общем, это уже на ваше усмотрение. Вот, ну, я делаю как попроще и подешевле. Кстати говоря, очень радуют меня цены сейчас в августе. Я вспомнила, что я за что люблю и август. Обожаю просто цены на овощи. Просто они стоят копейки. Вот, баклажаны самые дорогие я взяла, ну, прям целенькие. По 60 рублей за килограмм. А вот, которые чуть-чуть уже подвявшие, на солнышке они там лежат. Это я беру вот в палатке, на рынке также. На 30 рублей уже берут. Ну, так как я это собираюсь снимать, поэтому я взяла по 60. Кабачки стоят тоже, ну, те, которые прям вот свежие-свежие, стоят 50 рублей. А которые вот чуть-чуть полежали, уже немножко подвяли, они стоят уже 20 рублей, 25 рублей вообще. Вот, ну, болгарский перец у нас сейчас по 80 рублей. Там полежавшего нету перчика. Весь он свеженький, весь такой один в один. Хотя он может быть и подешевле. Ну, и помидоры тоже там в зависимости. Там цены от, я не знаю, от самого дешевого, если это они уже как бы, да, не очень. И до 100 рублей. Тоже выбор есть розовые, есть крупные, мелкие, там розовые, не розовые, какие хотите. В общем, тоже любой выбор помидоров. Ну, я взяла помидоры средненькие, такие вот нормальные помидоры, хорошие, по 80 рублей. В общем, в итоге вот я вам рассказала, какие у нас нынче цены. Я взяла не самое дешевое, просто чтобы все это было прям хорошенькое, симпатичненькое, потому что это я собираюсь снимать. А вот, в принципе, если не снимать, как бы раньше, когда туго с деньгами, да, можно вот такой вот большой пакет овощей набрать, там, не знаю, за 100 рублей, 120 рублей. Потому что все, можно взять подешевле, на рынке можно сторговаться, и, в общем, копейки стоят все. Так что вот так вот, девочки, мое мясо уже разморозилось, сейчас я начну его готовить. Девочки, ну вот мясо я нарезала, чуть-чуть растительного масла я добавлю. Поставила на режим жарка на 10 минут. Сейчас лучок туда добавлю, чтобы оно вместе с луком уже и жарилось. А вообще хочу показать вам, что я туда буду ложить, собственно говоря. Вот лучок, парочка кабачков, пара баклажан, парочка этих перчиков, и несколько штучек помидорчиков. Все, сейчас лук быстренько нарежу. У меня тут еще один кусочек есть, лука много не бывает. Режу крупненько. Все будет крупно порезано. Ну, мне так больше нравится. Как-то, как-то больше рагу ощущение. Так, ну и такими крупными кусками мне сегодня хочется резать вот эти вот овощи, кабачки с баклажанами. Вообще, не знаю, я каждый раз импровизирую, все время все зависит от настроения. В принципе, блюдо, оно простое, я уже думала сегодня, чтобы новенькое приготовить. Ну, пока вот эти овощи дешевые, нужно пользоваться моментом и готовить вот это вот вкусное блюдо. Оно легко готовится, но оно вкусное, в то же время и с мясом, и с овощами. Вот, картошку я уже ела, я хочу, чтобы это было без картошки, а именно вот кабачки и баклажаны. Вот. Я помешиваю периодически лук с мясом. Так, ну, там сок оно уже дало, поэтому оно уже не подгорит. В принципе, можно потихоньку туда уже это все закидывать. Я хочу приготовить вот это все быстренько порезать, позакидать и заниматься своими другими делами. Вот так вот крупненько режу. Так. Можно даже еще крупнее. Но, в принципе, не особо это важно. Тем более, я это готовлю для себя. Если бы я готовила для гостей, то, может быть, я бы немножечко по-другому это делала. Но это уже каждый делает на свое желание, знаете. Можно и баклажаны почистить, но я их не чищу. Баклажаны молодые еще. Ну, в смысле, как молодые? Они не старые. Вот когда в них семена, тогда уже надо задуматься. Ну, вот видите, семян нету, поэтому я их режу спокойно, без без всякого. Когда семена есть, их лучше удалить и вымыть, потому что там горечь может быть от семян. Если кто-то не любит вот эту вот кожуру от баклажан, можно ее чистить, но я ее не чищу. Только если она старая, тогда может быть. Так, кабачки синенькие, помидоры я уже нарезала. И вот видите, я даже водичку еще не наливала, а там уже сок просится. Ну, немножко водички я с чайника горяченькой налью. Не буду много лить, я хочу, чтобы это было блюдо густое, чтобы оно было больше похоже на второе, чем на первое, или что-то между первым и вторым. Так, ну, режим жарка заканчивается. И я поставлю режим тушения на час. Добавлю сейчас еще сюда болгарский перчик. До конца приготовления осталось 15 минут. Девочки, я решила посмотреть. Так, все потихонечку кипит. В общем-то, я думаю, что пора уже посолить. Вкусная соль у меня. Поперчить. Плавовый листик я уже бросила. И закину я уже сразу зелень сюда, потому что минут 10 еще и уже готово все. Все перемешаем и закроем крышку готовиться дальше. А потом я оставлю это все, чтобы оно еще настоялось. Когда настоится, будет вкуснее. Все. Уже красиво выглядит и очень вкусно пахнет. Девочки, пока готовится мое овощное рагу, я решила немножечко поотвечать вам на вопросы в комментариях. Значит, один вопрос такой. Почему вы дыню не берете к себе, вообще внуков почему не берете к себе, а вот все время сами едете туда, и в общем память у внуков остается, что они у бабушки побывали. Девочки, ну, у бабушки побывали, знаете, смотря, какой у бабушки дом, какое у нее жилье, какие у нее условия для детей там существуют. И вот от этого тоже можно плясать, да. Мне проще поехать, например, к дочке, потому что у нее там площадь большая, полно игрушек, Дэнни есть там чем заняться, ему не скучно, и на диване там попрыгать можно, и бумажки всякие брать можно, и все, все там, все условия, в ванной поплескаться он любит, и так далее. Тем не менее, пока он там занимается своими делами, я могу там дочке чем-то помочь, что-то приготовить, может где-то что-то убрать, и так далее, прочее. В общем, всем от этого хорошо, и внуку хорошо, и мне удобно, и дочке удобно. Ездить туда не проблематично, ездить недалеко, рядом. С другой стороны, если представить сюда, что, допустим, представить вот сюда придет Дэнни, да, или Настя, например, внучка, вот что ребенку делать вот в этой моей комнатушке. На диванах прыгать нельзя, игрушек здесь нету, мне их и класть некуда вообще, эти игрушки у меня нету, места для игрушек. В общем, при том, что родители покупают для ребенка там какую-то специальную еду, это надо сюда тащить игрушки, тащить еду, запасную одежду, потому что дети пачкаются. Да и не скупать здесь нет, я могу, конечно, скупать в душике, но у меня такой душик, это, знаете, туалет, где вот сделан душ и слив, то есть там вдвоем даже не развернуться. В общем, зачем ребенка, как говорится, втискивать в те условия, в которых я живу. Здесь я живу, я уже привыкла, мне одной как бы нормально, одной не тех, а больше одного человека здесь уже тесно. Вы знаете, вот у моей бабушки, я тут вспомнила, на мою бабушку меня оставляли как-то несколько раз родители, при том, что они младшую вообще не оставляли, только меня иногда, но я старшая была, непоседливая. Так это было уже, знаете, в школьном возрасте, когда уже ребенок разумный и с ним можно договориться, это не трех-четырехлетний ребенок. У бабушки комната, у нее, знаете, частный дом был, но общая площадь примерно, да нет, поменьше, чем у меня, у нее была площадь поменьше, чем у нее, у меня, потому что у нее была такая комнатка, одна такая комнатка, вот, она была уже, по длине такая же, как моя, ну, где-то, в общем, три метра на два с половиной была одна комната у нее, и еще одна маленькая комнатушка была где-то, ну, шириной полтора метра и где-то тоже, тоже на, на три, четыре, на три, на три метра где-то длиной, в общем, ну, у нее была как часть дома, там, отгорожена, и у нее не было никаких игрушек, никуда нельзя было лезть, никуда ничего нельзя было трогать, ни попрыгать, ни побегать по дому, в общем, ничего, это единственное, что частный дом, и там у нее был общий двор, и вот, единственное развлечение это было нам с ней посидеть на, на лесенке, полоска семечки, значит, еще одно развлечение, я помню, это у нее был небольшой такой огородик, очень небольшой огородик, но так как воду нужно было с колонки таскать, и вот мы с ней там брали, там, ведра, я брала еще такой вот небольшой, как этот бидончик, вот, и вот мы с ней, вот, знаете, как мероприятие мы с ней идем в колонку за водой набираем воду потом мы идем с ней в огород вот такой поливальничек у меня был от я черпала значит эту воду из поливальничка поливала огород вот такое вечернее развлечение было иногда мы могли с ней прогуляться до площади карла маркса и в сквер как она говорила пойдем сквер посидим мороженое покушаем голубей покормим вот такое было еще развлечение в общем знаете мне как ребенку было скучновато очень у бабушки находиться и мне было гораздо лучше когда бабушка приезжала посидеть со мной в нашей квартире если родители куда-то уезжали по крайней мере там я была окружена своими вещами и мне было там чем заняться не было чем заняться кстати говоря и тогда не было ни компьютеров и не телефонов телевизор у бабушки был маленький черно-белый и очень старенький он еле еле показывал очень было плохо мутно видно там и она включала этот телевизор если там вот я не знаю там что что там я даже не помню что там по телевизору смотрели очень редко он включался радио на слушала вот так что знаете не всегда у бабушки лучше находиться ребенку а лучше когда бабушка приедет к ребенку ребенок находится в своей привычной атмосфере в окружении своих вещей игрушек и всего остального да вот я так считаю так будет ребенку лучше а еще один значит вопрос на который я хочу ответить по поводу того что я уже отвечала не раз сколько раз говорила почему я с дэнни чаще нахожусь чем с внучкой на все дэнни дэнни слышат дэнни снимаю дэнни настю настю мало я уже сказала я нахожусь чаще у дэнни помогаю до дочки потому что она одна ей нужна помощь одному человеку с ребенком при том еще и деньги зарабатывать и ремонт делать и все остальное очень тяжело я вижу необходимость помочь я помогали при том что дочка меня об этом просит и я иду и помогают виталик с наташей вдвоем они воспитывают одного ребенка поэтому они как бы справляются без моей помощи но мы договорились что если моя помощь понадобится скажите я приду и помогу посидеть с ребенком чтобы они куда-то могли в кино сходить и так далее я всегда на это соглашусь я приду на помощь если меня позовут и если будет в этом необходимость так что вы мои дорогие не переживайте ни за невестку ни за внучку не переживайте мы своей семье разберемся такого нету чтобы я дочке сказала да я к тебе приду буду помогать и чтобы я сыну сказала нет я тебе помогать не буду вы сами видите у нас дружная семья у нас простые обычные как бы сказать простое общение у нас нету там такого чтобы кто-то на что-то обиделся мы сразу прямо говорим кому что надо кто чем может сделать то что не может сделать у нас все очень просто без всяких там обвиняков знаете поэтому если у кого-то какие-то проблемы там не знаю со свекровями там не знаю ли с кем у нас проблем никаких нет все все вопросы решаются все у нас решаемо знаете вот я иду туда куда меня зовут где меня просят там я и помогаю меня если не зовут и я с удовольствием тут дома нахожусь и занимаюсь своими делами смотрю свои сериалы снимаю видео там не знаю куда хочу туда пошла захотела поспала захотела там не поспала то есть я прекрасно вы знаете могу обходиться и 1 мне одной кайфу уже говорила я об этом если кто не знает значит говорю теперь что касается тарифов тоже вот многие написали что впервые слышат что тариф удваиваться связи с погодой как погодные условия но дело то что я сначала у таксиста спросила там там где звонила диспетчера спрашивала она мне сказала погодные условия у таксиста спросила он не сказал когда действительно в какие часы там тариф поднимается и какие условия но я еще пришла и залезла в интернет для того чтобы узнать потому что у нас такси не только вот как которая вызывала о уже приготовилась у нас в ростове не одно такси у нас есть разные такси да просто в другой раз это я спешила это я с утра уже знаете хотелось скорее домой с утра пораньше погода не погода поэтому я конечно была огорошена такой вот тема первый раз об этом услышала но следующий раз я просто смогу допустим вызывая такси прозвонить в несколько такси и узнать где какой тариф выбрать там где подешевле но когда в интернет зашла я даже не писала не набирала в поисковике вот какой именно такси тариф я просто написала по какой причине тариф может меняться в такси вот в общем целом и в общем целом мне интернет выдал что это могут быть в том числе и погодные условия также там час пик не час пик в общем зависимости от этого что они делают оказывается вот допустим равно утром ранние часы особенно если вы погода не погода да люди чтобы не стоять на остановке часто вызывают такси чтобы быстрее добраться до работы например да большой получается наплыв вызовов утром рано таксисты не все выходят на работу кто-то там еще лежит дома и думает идти не идти на работу и так далее да то есть получается удваивается тариф для того чтобы привлечь побольше таксистов на работу чтобы они пришли да вот и получается что вот появился спрос на такси вот в какие-то в эти часы и они тариф таким образом удваивают ну или просто увеличивает на сколько-то там процентов в общем да вот такая практика есть но я об этом не знала теперь я буду об этом знать и говорится кто предупрежден тот вооружен правильно правильно все мои хорошие пора уже кушать сейчас еще чуть-чуть настоится мой вот этот вот соус я прям уже очень очень хочу поесть ну вот такая красота у меня получилось пахнет очень вкусно но это сто процентов вкусное блюдо я просто уже готовлю много раз поэтому я сейчас подожду пока оно остынет и буду есть сегодня оказывается день арбуза поэтому я взяла небольшой арбузик и уже вот дело к вечеру дело вечером уже решила его сейчас попробовать покушать арбузик красненький спеленький я его буду кушать ложечкой а я взяла вот так вот просто обрезала кто любит ложечкой кушать арбуз скажите мне пожалуйста всем доброе утро мои хорошие продолжаю продолжаю влог вчера я приготовила соус очень вкусный соус мне понравился я вчера поела его аж два раза и вчера хотела приготовить я куриное филе но мне так соус настолько понравился что я решила на ужин тоже его поесть вот но курином филе все-таки приготовить надо она уже ждет и я хочу приготовить его по-китайски соевым соусом вот сейчас вам покажу что я туда буду уложить как готовить а еще я же готовлюсь дню рождения дочки к новоселью будет она отмечать или не будет для меня не важно в любом случае я поздравить днем рождения хочу и с новосельем как она планировала для рождения в общем любом случае в любом случае при любом раскладе я ее поздравлю но так как мы ждем кухню в кухню будут встраивать уже посудомойку поэтому мы можем позволить уже себе купить новую посуду но в общем то ей нужна будет новая посуда я правда спросила у нее какой она предпочитает и ну по крайней мере тарелки я хочу купить беленькие как она хочет как ей нравится тем более когда придут гости у нас тарелок не хватало в прошлый раз как вы заметили да поэтому я и сказала тарелки нужны обязательно первую очередь нужно чтобы были тарелки чтобы гостям было с чего есть не с одноразовой же посуды вот так что я хочу сбегать в магазин вчера я заходила в магазин ближайший магнит косметик там тарелочки увидела которые она хотела но там было недостаточное количество штук сколько мне нужно и я сегодня хочу уже сбегать магазин подальше и добрать необходимое количество тарелок ну посмотрим пойдем может быть вместе с вами но сейчас я по быстренькому хочу вот это вот уже замариновать мясо филе куриное и пока она будет мариноваться в общем то я сгоняю в магазин в общем куриное филе я разрежу такими небольшими кубиками примерно примерно вот такими там по 2-3 сантиметра вот такие примерно кубики нарежем сейчас куриное филе по-быстрому еще я беру болгарский перчик но нарежу его соломкой 2 штучки у меня филе примерно около килограмма поэтому я сейчас буду делать все это где-то на глаз примерно 2 штучки вот на это количество соломкой нарезать болгарский перчик так ну в общем то я все подготовила соевый соус 2 столовые ложки это вообще на 300 грамм но я делаю сейчас по-другому не так как делала прошлый раз соевого соуса у меня здесь примерно 2 столовые ложки но можно положить и 3 столовые ложки но имейте ввиду что на 2 столовые ложки соевого соуса нужно ложить столовую ложку сахара в общем здесь полторы столовые ложки сахара у меня я думаю хватит соевый соус имейте ввиду он очень соленый дальше я добавлю сюда приправы но у меня 15 грамм это примерно полторы столовые ложки этой приправы я думаю все ее стоит и положить это будет нормально дальше кетчуп положите какой хотите кетчупа можно побольше положить вот я где-то так примерно три столовые ложки я думаю нормально будет все это можно сейчас уже перемешать так ну и сюда можно уже добавить болгарский перец и примерно 2-3 столовые ложки на растительного масла так достаточно хорошенько нужно это все перемешать и дать постоять минут 15-20 можно оставить чтобы оно напиталось хорошо а потом мы отправимся это в мультиварку на режим тушения на 30 минут а сейчас я это все поставлю в холодильник ну что мои хорошие я решила прогуляться по тенистой аллее утро утро около 10 часов утра пока не жарко хотя хочу сказать уже жарко вот я иду сейчас в магазинчик для того чтобы купить там еще недостающие тарелочки вот а мясо я свое поставила куриное филе в холодильник кстати я нашла у себя еще немного соевого соуса и чуть-чуть добавила туда еще этого соевого соуса немножко сахара немножко кетчупа все делаю на глаз вот пока она там маринуется я как раз решила что я могу сходить чуть чуть дальше находится магазин другой но надеюсь что там тарелочки будут те которые мне нужны я готовлюсь к этому новоселью как будто бы это у меня новоселье собирается быть ну да правда такое ощущение что это я готовлюсь к новоселью девочки представляете я зашла в тот магазин там оказывается нету посуду они посуду там не продают у них магазин небольшой вот так что мне придется сейчас еще искать ну где-то тут поблизости еще один есть чтоб не ехать никуда загляну туда но там не факт что тоже посуду продают так что решила пройтись тут по дворам зелененькие такие дворы у нас такие вот вот по тенечку как раз и пошла и пошла ну ничего воздухом подышу и хотя бы пройдусь по воздуху по тенечку то так дома сидишь целыми днями под сплетом просто жесть так куда дальше сейчас надо спросить фу девочки сходила я в этот магазин нижний спускалась вниз я даже не знала что там есть магазин ой как хорошо тут тенечек и прям тихо дорога подальше находится надо как-то по тенечку пройтись в общем короче говоря там этих тарелок не тот именно таких которые мне нужны и что я узнала что оказывается магазин и магнит косметик они между собой никак не связаны между ними нету ни внутреннего телефона нету сайта оказывается я говорю можно там на сайте может найти тарелки их ехать туда куда нужно конкретно в магазин нет оказывается нету ни телефонов и между собой продавцы могут перезваниваться только по собственному телефону если они там знают друг друга телефон и все но это хорошо что мне попались девочки чуткие есть у них знакомые обзвонили они несколько магазинов ближайших у нас на районе вот но узнали что в одном магазине там две штуки есть такие тарелки которые мне надо в другом магазине есть больше штук но там диаметр чуть-чуть не 20 сантиметров а 22 в общем в общем вот так вот ну я не знаю сейчас пойду туда пройдусь хотя вообще в двух магазинах там уже товар завезли но его пока возьмут на приход пока его раз распределяют туда-сюда это только часть через день послезавтра только может быть они начнут этим товаром торговать и еще неизвестно что там за товар пришел так что так что вот такие дела вот смотрите какой зеленый дворик зеленые наслаждения у людей хороший дворик единственное что конечно тут рядом детский сад и конечно здесь шумно вот людям которые живут конечно ты так постоянно крик шум виск не очень-то удобно хорошая площадочка здесь такая вот асфальтик клёво так ну ладно не буду сильно вас забалтывать пойду я пройдусь до того магазина и в конце концов возьму там наверное посмотрю сейчас что я там возьму до утром я себе решила устроить вот такой вот променадик небольшой поход можно сказать но иду выбираю теневую сторону в тени еще хорошо не очень жарко а на солнце правда уже жара уже пекла все девочки я примчала домой я вспомнила что моя курочка тут бедненькая уже замариновалась полтора часа маринуется я решила поставить на режим тушения на час потому что у меня курица здесь больше чем на порцию да и поэтому она будет я думаю дольше тушиться и при том что она холодная с холодильника поэтому я поставила час но там посмотрим все закрываю крышку и ждем ну вот и все курочка моя готова с подливкой получилось я еще сварила макароны вообще на гарнир макароны или рис вот очень хорошо подходит но можно в принципе любой гарнир но сейчас будем пробовать девочки я готова не то что пробовать я готова кушать я сегодня оказывается убежала в магазин и забыла позавтракать представляете ну я принципе думала что быстренько сбегаю но пока в один потом в другой туда-сюда и пришла домой голодная голодная ну давай скорее готовить в общем я уже приготовила все и уже просто 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 невероятно хочу есть курочка она прям даже отламывается на хорошо очень приготовилась очень вкусно вообще вот это сочетание продуктов и кетчуп и болгарский перец она когда готовилась был запах лечи лечи в общем короче говоря можно болгарского перца еще даже больше положим короче очень очень хочу есть сейчас я буду кушать девочки ну в общем все дела на сегодня я сделала все что запланировала сбегала туда-сюда приготовила на этом хочу видео свое закончить чтобы она не была слишком длинным и смонтировать и быстрее вам не выложить вот я купила дочке еще скатерть не скатерть а клеенку на длинный стол уже такую знаете взяла прям чтобы как раз для гостей все вот ну и вот несколько тарелок еще забрать надо будет но это послезавтра и пойду но уже потом потом увидите вместе с подарками уже не буду больше показывать все ну вот и все в общем то я все все сказала все сделала видео на этом заканчиваю кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто не подписан и до новых встреч пока пока подписывайтесь на мой канал